МОДА Идейный вдохновитель фестиваля моды и красоты в Сарове Елена Бабинова. Елена, расскажите о своем проекте «Фестиваль моды и красоты». С чего он вообще начался? Как у вас появилась эта идея? Ну, оформилась более-менее так вот в идею, это в конце прошлого года. Но, к сожалению, не удалось мне дойти до площадки, с которой я планировала сотрудничество с департаментом культуры и искусства. Я даша только в этом году, в январе, и очень рада, что все равно меня приняли и выслушали. Почему прошлый год? Потому что хотелось как-то включиться в финансовый год. Но ничего страшного, это, как казалось, не такое затратное вообще-то мероприятие, и никаких особых денег на него не нужно. Нужно какое-то участие вообще просто и чиновников, и людей, в данном случае девушек, которые в процессе подтянулись и стали такими соратницами, помощницами и тоже такими двигателями. Вот, кстати, вы все, то есть, сначала тем или и на себе, потом появились такие первые зачатки фэйшн-движения в Сарове. Может быть, слишком громко прозвучит, но так или иначе, я понял, что это именно так. Расскажите немного об этой стороне. То есть, это какая-то группа, это просто единомышленники, которые пока еще не объединились. Ну, сказать, что я прям что-то такое тянула... Это сложно, морально сложно это начинать. Сдвинуть вот этот вот камень, который пока стоит. Любое дело, да, начинать сложно. Всегда хочется, чтобы рядом с тобой кто-то был. И даже не в плане того, что тебе нужна какая-то помощь, ну, чтобы финансовая, нет. Там, скажем, что-то принести, поднести, там, наверстать. Вот у меня, например, проблема сделать афишу. И там вырезать кусок из фильма, чтобы вставить его в выступление. Я этого не умею, да, мне нужен такой человек. Ну, и то это все в процессе, это обретается. Нужен человек и люди, которые, ну, скажем, тебя поддерживают. Просто им нравится, и они говорят, да, да, вот это круто, вот это классно, нам нравится. Давай вот это делать, давай мы будем помогать, давай мы будем участвовать. Вот нужны вот такие вот. Ты чувствуешь в плечах, что ты не один. Ну, да, да, потому что когда ты один, ты вообще не понимаешь. Да, и в первую очередь, конечно, появились такой девушки, которые захотели, ну, хотя бы в качестве моделей, но это уже здорово, потому что, да, красивым девушкам нравится себя показывать, и это нормально. И действительно нужно нести красоту в люди, это правильно и хорошо. Вот они появились после выступления на 7 марта, к 8 марта это было в ДК, в НИЭФ, я показывала там коллекцию, но она такая была большая, я показала все, что у меня было. И вот девушки заинтересовались, и потом уже стало легче, и уже когда мы делали показ на Ривьере ровно год назад, то уже совершенно без проблем обрались там 25 человек, кто захотел. Был готов надеть на себя эти вещи, пройтись и всем показаться. Ну, знаете, не просто там пройтись, нужно было и подобрать в образ, то есть нужно было прийти несколько раз и на примерку, и на репетицию, то есть нужно выбрать время, да, и потом, чтобы это все показать с удовольствием, это тоже играет роль. Чтобы модели самой нравилось, то, что она не надета, иначе это не сработает. Конечно, да. Ну вот и процессы так образовались, и потом начали как-то подтягиваться еще и еще, и вот, и мне нравится, что сейчас уже после, даже не помню на каком этапе, но, по-моему, в июне или в мае уже начали писать сами, девушки прямо мне в личку, что я хочу как модель принять участие. Кого-то я вычислила после модного базара и прямо тоже написала, я поняла там, что человеку нравится что-то, он в этом больше разбирается чуть-чуть, чем остальные, он это немножко понимает, он уже пришел не просто развлечься, а что-то узнать и сама пишу, а не хотите вы принять участие как организатор в следующем модном базаре. Люди отзываются, но в основном, знаете, интересный тренд это придержи, то есть это не саровчанки, это те, кто прибыл в город там, кто с мужьями, кто по распределению или как это сейчас делается. Ну люди с большой земли, у которых колючки нет еще вот в душе. Да, да, им нравится, что можно в этом деле себя попробовать. Кстати, немного отвлечусь, вы ведь часто выезжаете за пределы нашего города, даже страны. Вот люди у нас в Сарове, они сильно зажаты по сравнению с остальными ребятами из Арзамаса, из Нижнего, из Москвы. Ну про европейцев я вообще молчу. Зажаты в каком плане? Морально, не готовы показываться, не готовы идти на какие-то эксперименты, потому что они с детства жили в закрытом городе, где все знают друг друга. А что касается одежды, я не соглашусь. Люди одеваются сейчас не по моде, а по случаю. Нужно, ну, когда ты идешь на работу, у тебя один вид, когда ты идешь в парк на прогулку, другой, когда ты идешь на какой-то праздник, третий, когда идешь в гости, в театр, ты всегда одеваешься по случаю, а не по моде. Ты не идешь в драных джинсах, скажем, на работу, правильно? Ну смотри, какая работа. Ну да, да, я имею в виду сейчас, конечно, неев, а вообще в городе очень прилично одеты. Очень. И я не могу сказать... Прилично, да, но со вкусом. И со вкусом, да, безусловно. Потому что мода — это ведь самопроявление. Если ты яркий человек, ты и одеваться будешь стремиться ярко. Вот приведу в пример коллегу, на России 24 трудится, он ведет передачу о погоде. Такой интеллигентный мужичок в очках, у него, значит, всегда платочек такой, и вот его хочется смотреть. Стиль, да. Вот его хочется смотреть. У нас как-то по улице мы идешь, не знаю, в глазу пока не за что зацепиться. Но я не беру какие-то маргинальные проявления, которые там у ребят 14-15 лет есть. В целом как-то все однообразно. Люди, видимо, подсознательно привыкли одеваться, как все, так комфортнее, так безопаснее. Вот вы как считаете, это вообще нужно ломать или это само со временем рассыпется? Ну да, вы правы, мода и одежда, даже не то, что мода, не мода, одежда — это самопрезентация, это отражение твоего внутреннего мира. И я наблюдаю очень много и смотрю очень много, и вы правы, да, много где бываю. Но Саров у меня не выбивается совсем, вот чтобы вообще вот все тут выпали, распались. Ой, трэш, какой ужас, не могу я видеть это. Нет, 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 все в порядке, даже более чем. Ну отъедьте в Арзамас, но выйдьте в Нижний. Ведь в Нижнем, честно говоря, одеты хуже, чем в Сарове. Вот даже и меньше вкуса, несмотря на то, что это все-таки такой столичный город. Я спросил, потому что люди, вот как они выглядят, это такой же образ города, как, я не знаю, там, красивый театр, обращенная набережная. Это неотъемлемая его часть. Ты попадаешь вот в эту среду, и ты волей-неволей смотришь на людей. Уже потом на все остальное, на деревья, там, на тротуары, на лавочки, как они сделаны. И это все неотъемлемо. И вот я когда спрашивал, как появилась идея фестиваля моды и красоты, там был еще скрытый вопрос, для чего все это нужно проводить. Ну хочется, чтобы была философия, я согласна. Да, хочется, когда ты затеваешь что-то, когда ты все-таки так интуитивно почву трогаешь. И я писала даже обоснование для себя, что чего мне хочется-то. Я же не для того, чтобы там стали более лучше одеваться, как нам сообщала Света Курицына. Не обязательно быть модным, важно отыскать свой стиль. Или много стилей. Я не могу сказать, что у меня какой-то один стиль. Есть люди, у которых совершенно определенный стиль, они одеваются в нем. Сейчас такое время, когда ты можешь попробовать любой стиль вообще. И совершенно не обязательно, чтобы тебе что-то там шло или не шло. Уже это 20-й век, когда люди подбирали себе одежду. Там такой тренд был под цвет лица, под цвет глаз, что-то такое. Сейчас совершенно... Чтобы помада с туфлями сочеталась. Да, да, чтобы сумочка и туфли были одного цвета. Нет, сейчас ничего этого не нужно. То есть, ну какая-то вот одна часть, это образовательная. Да, причем я не беру на себя ответственность как гуру, да, который прям вот несет в массы какие-то знания о моде. Да, я приглашаю лекторов, либо использую чьи-то знания, да, суммирую их и транслирую. Либо еще один аспект — это профориентация, например. Потому что вот вы сказали, что у вас очень много одноклассниц, кто занимается рукоделием. То есть это такой способ, когда ты, ну допустим, не любишь свою работу, но бывает же такое. Да, вот ты получил образование, пошел работать и понимаешь, что ну вот не то. Не твое. Ну не то совсем. И ноги не идут, и тяжело, а вот всегда тебе, возможно, хотелось как-то вот что-то рукодельничать. Обычно это появляется у мам в декрете. Реже, когда человек, как я, там, сколько мне было лет, не скажу, но уже в очень сознательном возрасте начал заниматься этим. Но имея при этом образование, у меня, конечно, профильное. Я технолог швейного производства. То есть я не просто так, да, я умею. Нет, нет, не на ровном, меня научили. И, ну, вместе с тем, это занятие, даже вот дизайн одежды, этому можно научиться. И это не какие-то запредельные знания, как построить космическую ракету, отправить ее в космос. Это постепенно, можно этому научиться. И если у тебя есть, ну вот, прям желание, у меня вот одна подруга, она прям сказала, вот, а нужно уметь рисовать? Я говорю, нет, не нужно. А нужно вот уметь шить. Я говорю, ну, если у тебя есть кто-то, кто умеет шить, и кому ты донесешь идею, вот ты хочешь дать что-то такое, пожалуйста, можешь. То есть машинки стоят недорого. Продать, ты можешь вообще, ты можешь что-то сделать своими руками, те же, как говорите, кружки, там, бутылки, люди вяжут, люди делают украшения. У меня в Сарове очень много девушек и дам, кто делают украшения. И есть куча площадок, где ты можешь продать их. Вот, и возможности, я имею в виду, интернет, естественно. То есть и помочь немного подтолкнуть и показать, что здесь, ну, масса способов для самовыражения, и при этом ты можешь заработать. Это может стать твоим, ну, не скажу, что прям бизнесом, потому что, конечно, бизнес – это вещь серьезная. И там другие прибыли, это такое, ну, сказать, заработка, то, что позволит тебе жить и получать удовольствие. Но это будет первый шаг. Вы откроете для людей мир, где, возможно, они себя найдут. Возможно. Да, они могут и сами этот мир открыть, но иногда нужен такой какой-то небольшой шлепок и показать вот эти все возможности, как бы суммировать их. Потому что у меня, конечно, за все эти годы, что я занимаюсь, это, по-моему, уже около семи лет, ну, много уже накоплено знаний, я готова их ими поделиться. Поэтому и фестиваль моды, и красоты. Елена, еще по поводу фестиваля моды. Это комплексное понятие, там много разных составляющих. Это встреча с интересными людьми, это показы. Вот как-то основные моменты выделите, что можно в Сырове увидеть? На фестиваль мы включили несколько событий. Одно из них было вот на День города. Вот это мода вне времени и пространства. Такой интересный проект, который, я думаю, он беспрецедентный пока что в России. Когда я смогла убедить несколько российских дизайнеров, чтобы они прислали свои коллекции транспортной компанией. И мы здесь подготовили модели, сделали постановки и показали это на День города, на День молодежи. На День города вообще дважды, и в парке, и у театра. И кто хочет увидеть эти коллекции, пожалуйста, присоединяйтесь в группе ВКонтакте «Мода в Сырове». И там можно увидеть эти коллекции. То есть у нас было пять, по сути, пять дизайнеров представлено. Это одно событие было. Еще одно событие был модный базар. И это такое, так скажем, хозрасчетное мероприятие. К нему не имеет отношения ни один из департаментов городской администрации. И мы планируем делать дальше эти модные базары. То есть это исключительно усилиями, скажем, волонтеров. Это такая ярмарка, да? Нет, это не ярмарка. Это первый был такой более развлекательный. Мы собрали вообще в кучу все, что могли сделать в Сырове, чтобы люди немного развлеклись, отдохнули. Это было начало июня. Тепло было. Мы примеряли дизайнерские костюмы, в них фотографировались. У нас была лекция нашего, скажем, историка моды из Москвы. По вебинару у нас был дресс-кроссинг. В общем, попробовали сделать что-то такое, чего не было еще пока в городе. Это был такой пробник. И сейчас мы уже больше, так скажем, более такие продуманные вещи уже будем делать на осень. Первый, наверное, будет с департаментом молодежи и спорта, потому что они тоже поддержали этот фестиваль. И им понравилось то, что я предложила. И там будет как раз вот такая профориентационная направление. Как раз мы будем говорить о том, что как можно, где, на каких площадках, и как можно научиться рукоделию. Ну, в частности, исключительно, конечно, затронем дизайн одежды, изготовление одежды. Мне подсказали, что есть дизайнер по такие вязаные вещи, там такие кутюрные абсолютно работы, совершенно поразительные. И будет показ этих работ. Это девушка из Томска, Ксения Майс. И еще отыскалась одна дизайнер, она делает вечернее платье. И я свои работы, возможно, покажу. А площадка уже известна? Ну, скорее всего, это, раз мы говорим о департаменте молодежи и спорта, это молодежный центр. Уже с ними переговоры. Скажешь, будет заявиться, подойти, и там тебе расскажут, чего, как и когда нужно делать, если хочешь стать дизайнером. Нет, туда нет. Это разовое событие, это модный фазар, он будет в течение, допустим, двух-трех часов на их площадке, в молодежном центре. Проводим его все-таки волонтерами, группа таких соратниц, которые его подготовят для девушек, для тех, кто, ну, девушки, женщины, могут быть мужчины, кто угодно, ведь вы тоже захотите, да, допустим, попробовать себя дизайнить, то, пожалуйста, приходите. Потом еще с департаментом культуры мы планируем провести такой вечер воспоминаний. Это вот еще один аспект, да, ведь в Сарове мало кто знает, но было такое модное течение, или как назвать, в прошлом веке, где-то в 70-е, 80-е, может быть, даже раньше, и есть люди, которые были моделями, есть люди, кто даже изготавливал коллекции. Вот там как раз делали прям... Да, то есть история с года в Сарове уже была. Была, да, да, и было телевидение, и это все снимали, да, в прямом эфире. Я просто так вот обрывочно знаю эту информацию, мне говорили те, кто это делал, и пришла вот идея, чтобы они рассказали, достали, возможно, фотографии, я уж не думаю, что сохранились какие-то пленки, но вдруг, и люди вспомнили и рассказали, как это очень интересно. Я слушала прям затаит дыхание, как делали в Доме ученых язык, и где модели показывали коллекции, вот, значит, был пошивочный цех рабочий, но вот они делали одежду еще и для показа, и ее продавали даже. Это примерно в те времена, да, когда брюки превращались в шорты, где-то 70-е годы. Кто-то типа этого, я говорю, я могу ошибаться, и пускай меня извинят те, кто мне это рассказывал, и если я где-то допустила ошибку, ну вот общий такой посыл, то есть вечер воспоминаний, он при поддержке Департамента культуры и искусства будет. И надеюсь, мы сделаем это, мы притворим в жизнь то, что мы подумывали еще в феврале, когда обсуждали весь план фестиваля, сделать в конце декабря такой большой показ и привлечь, возможно, и дизайнеров, если они отыщутся в Сарове. Вот я не исключаю, что они есть, просто мы не всех знаем, вот это я, допустим, не постеснялась выйти и показаться, кто-то, может быть, не чувствует уверенности или еще какие-то есть причины. То есть, может быть, и дизайнерская одежда, но делаем ставку на магазины одежды, на сети. Те, кто захотят надеть наших моделей, мы хотим сделать подиум зрелой красоты. Вот, подиум зрелой красоты. Такое модное явление сейчас, когда люди себя отыскивают уже на пенсии, когда жизнь только начинает бить ключом, когда у тебя уже, может быть, даже какие-то подросшие внуки не обязательно нянчатся или они вдали, и люди находят очень много возможностей, чтобы сделать свою жизнь интересной, яркой, при помощи в том числе и моды. То есть вы стараетесь не делать его узконаправленным, да? По максимуму для всех. Ну да, я не затеваюсь на детей, хотя профориентация это и такая подросшая молодежь, кто думает, ведь не у всех же здесь математики, у кого-то развитые левые, лушария, правильно? И возможно подсказать им, какие, ну как, ну вузы-то это вообще открыл интернет, и там все у тебя вузы есть. Направление хотел показать, вот туда. Можно, да, как бы, что будет, если вы выучитесь на дизайнера. То есть вообще, в принципе, плавая в этой индустрии, я смотрю не только на то, какие там модные решения или цвета, это вообще все, так сказать, оно приходит, как бы, вообще само. Но еще интересуюсь специальной экономикой, ведь это огромная индустрия, и где нужно понимать, ты востребован вообще будешь или нет в этой стране. То есть это можно как-то предугадать, оценить? Да, конечно. Но это делаю не я лично, да, я просто отслеживаю тренды. А специальные там сайты есть, где люди обсуждают это, где есть цифры, где ученые подсчитывают и дают вектор, вообще, как бы, куда будет развиваться в этом плане экономика. Стоит вообще этим заниматься или нет? Я уж все секреты сейчас раскрывать не буду, лучше приходите на модный базар, и там мы будем в том числе это обсуждать. Вообще за всем следить можно в группе ВКонтакте. Называется «Мода в Сарове». Елена, ну, фестиваль уже начался, и многие мероприятия прошли. Вы получили первую реакцию. Ваши ожидания оправдались? Были ли эти ожидания? Конечно. Конечно, были. Ну... Потому что опасения, опасения точно были. Ну да, ты, конечно, когда начинаешь любое дело, ты переживаешь за то, как это получится, и какой будет отзыв. И мы, допустим, после каких-то событий мы не можем получить никакую реакцию. Но, допустим, после «Модного базара» мы запускали отзовик, и нам писали прям, что понравилось, что не понравилось, что повторить. И очень разнообразное мнение. Мне понравилось, что там в каждом втором написано было больше модных показов. Но учитывая, что в Сарове дизайнеров не так-то много, как бы, он все время думает, ну, где же взять-то, эти модные вещи, чтобы вам их показать? Потому что дизайнерская одежда, она такие... много условностей. Потому что, если ты, допустим, делаешь какую-то определенную коллекцию, то делаешь ее для конкурса. Потому что ты хочешь посмотреть, как бы, как отреагирует гуру в этой сфере, что тебе скажут, куда тебе двигаться, правильно ли ты посмотреть на других, ты хочешь. И вот, когда такая коллекция есть, ее можно показать, как бы, и в Сарове. Ну, она же, допустим, одна, две, три, и все. Потому что они не продажные, эти вещи. Их потом просто складываешь топочкой, они у тебя лежат, затраченные основные средства, затраченные ткани, твои усилия, и все это просто лежит, потому что это нельзя продать. Вопрос-то был о том, какая реакция. Ну, вот одна из них, что показывайте больше нам, живьем, коллекции. Ну, это, я говорю, это очень непросто. Вот. Ну, хочется, чтобы люди подтягивались, и пускай будет больше моделей. Мне нравится, когда девушки хотят себя пробовать, потому что это снимает неуверенность. Были совершенно неожиданные девушки, от кого я совершенно не ожидала, что захотят стать моделями и показать себя. Я считаю, что это хорошо и правильно, пусть они будут. Хорошо, если появятся какие-то соратники, кто будет вместе с тобой не только идеями делиться, но и притворять эти идеи в жизни. Друзья, на этом все. Сегодня мы беседовали с организатором и идеальным вдохновителем проекта «Фестиваль моды и красоты» Еленой Бабиновой. Елену большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам в вашей работе. Надеюсь, вам удалось сдвинуть моду в Соробе с мертвой точки. До свидания. Спасибо, Константин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова